Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 1-16 финала плей-офф Лиги Конференции Карабах-Гент. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперники отыграли матчи группового раунда. Карабах занял третье место в своей группе в Лиге Европы. В Лиге чемпион Азербайджана хорошо провел первый круг, добыв крупные победы с сухим счетом над Нантом и Олимпиакосом. Однако во втором круге проиграл ключевой матч во Франции 1-2 и не смог обыграть дома Олимпиакос, ни Олимпиакос, ни Фрайбург. В итоге занял только третье место. Гент занял второе место в своей группе в Лиге Конференции. Бельгийцы, как и Карабах, два матча выиграли, два матча проиграли, два матча сыграли в ничью. Оба поражения Гент получил от фаворита группы в споренных матчах, однако обыграл дома своих главных конкурентов Мольда и Шемра Кроверс и не проиграл им на выезде. Смотрим, какой прогноз можно дать на исход предстоящего матча. В последних десяти матчах у Карабаха пять побед и два поражения, у Гента две победы и четыре поражения. В национальном чемпионате Карабах уверенно лидирует, а Гент идет на пятом месте, но безнадежно отстал от лидера более чем на 20 очков. Хозяева ожидаемо идут фаворитами на этот матч, игра обещает быть непростой, Гент не очень удачно играет на выездах, однако и Карабах в домашних матчах в своей группе выступил не очень удачно, хоть и не проиграл. Пожалуй, на эту игру логично взять не проигрыш хозяев, правда коэффициент дали не очень-то и большой, 1.31, но такой вариант выглядит в принципе надежно. Тотал голов. В своей группе Карабах чуть чаще играл результативные матчи, но последние две домашние игры у Карабаха были низовые. Гент чередовал низовые и результативные матчи. В последних десяти играх Карабах не играет длинных серий, последние два матча были низовые. Логично здесь ждать результативного матча. Гент играет длинными сериями, сейчас идет на серии с четырех результативных матчей подряд. На тотал меньше больше, дали почти одинаковые коэффициенты. И тут, пожалуй, можно согласиться с таким раскладом, не все же рискнем предположить, что игра получится результативной с прицелом вот на условный счет где-то 2-1. Обе забьют, да нет. Вот Карабах в своей группе играл поровну нулевых и забивных матчей, Гент чаще играл нулевые матчи. В последних играх обе команды играют синхронно. У Карабаха идет серия с четырех забивных матчей, у Гента из трех. Перед этими сериями обе команды выдали длинные нулевые серии. Остается надеяться, что забивные серии обеих команд будут продолжены. Шансов на это достаточно много. Ну уж очень активно обе играют в атаке. Подводим итог. Пожалуй, оптимальный вариант на эту игру будет обе забьют, да, коэффициент 1.73. Но вот на доходный вариант можно взять комбинированную ставку, победа хозяев в результативном матче. Коэффициент неплохой 3.20. А такой вариант, в принципе, здесь очень и очень вероятен. Как оно будет, на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.